Художник Сергей Небесихин – мастер реалистичной живописи. 35 его пейзажей, воспевающих бескрайние просторы России, представлены на персональной выставке «Тишина» в Щелковском историко-кровическом музее. Почему «Тишина»? Потому что для многих людей «Тишина» – это возможность задуматься, побыть с собой наедине, понять какие-то смыслы, разобраться какие-то вопросы, в которых шум, суета городов не позволяет это сделать. В «Тишине» есть тоже звуки, которые примеряют тебя с окружающей средой, скажем. Сергей Небесихин родом из деревни. Во многом это обстоятельство повлияло на тему сюжетов. Пейзажи средней полосы России, написанные где-то в глубинке по этюдам на пленэрах, абсолютно реалистичны. Голубая речка, в Переславле-Залесском, на берегу Волги, в огороде, серия зимних пейзажей. Темы и образы Сергея Небесихина покажутся зрителю знакомыми и близкими. Для нас это событие, очень красивая, величная экспозиция получилась. Хотела бы поздравить и своих коллег, которые успешно справились с экспонированием работ. Очень бережная, очень тактичная, все равно, мне кажется, повесили. В общем, в случае Сергея, мне кажется, довольна. Тонкий художник чувствует тонко и дает нам, как лекарство для нашей души, через гармонию своих работ, через тонкий колорит, через грандиозно большие небеса, написанные нежно, мягко, но вместе с тем и мощно. Летний пейзаж «Облака», написанный Сергеем Небесихиным на рыбалке во Владимирской губернии, занимает центральное место выставки. И, как часто бывает, у художника-пейзажиста возник образ будущей картины. Я закинул удочку, у меня не клевало. И вдруг я, смотря на воду, увидел небо. Я поднимаю глаза, вижу безумно красивые облака. И вот этот полдень, там зацвел Иван-Чай, вот эта вот звенящая опять-таки тишина. И я сделал этюд. Вот здесь соединилась замечательный современный выставочный зал. И живопись выявляется в работах. Она не, так сказать, угадывается, а в каждой работе конкретно чувствуется та задача, которую ставил художник. Плёс, Уржум, Сергеев Посад, Коломна, Переславль, Соловки. Сергей Небесихин выбирает для своих произведений мотивы и краски, дающие представление о национальных особенностях той или иной территории. Уловить настроение художника можно до 22 мая. Михаил Налётов, Сергей Василевский, Чёлковское телевидение.